Когда я взываю, услышь меня, Боже, правды моей. В тесноте ты давал мне простор, помилуй меня и услышь молитву мою. Знайте, что Господь отделил для себя святого своего. Господь слышит, когда я призываю его. Гневаясь, не согрешайте. Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утишитесь. Приносите жертвы правды и уповайся на Господа. Многие говорят, кто покажет нам благо? Яви нам свет лица твоего, Господи. Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились. Спокойно ложусь я и сплю, ибо ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности. Еще одна вот исповедь такая, которая из души, из сердца изливается вот в этих простых словах, обращенная с одной стороны к окружающим людям, с другой стороны к Богу и исповедь своего собственного состояния. Ты даешь мне простор. Вот это, мне кажется, признание, от которого так вот содрогается внутренность и хочется пережить подобное. Мы же все так вот вовлечены в эту гонку, в эту страсть соревнования, в это постоянное осуждение, в этот страх. И вот этой вот тишины душевной, просторы этого, которые здесь автор передает. Он говорит, я или ты исполнил сердце мое весельем, ты исполнил сердце мое весельем, спокойно ложусь я и сплю, ибо ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности. Мне хочется пожелать вам, себе и вам, вот этого спокойствия и безопасности, который дает только Господь.